МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсуждение важных международных вопросов и налаживание взаимовыгодных бизнес-связей. Гродно в последние несколько дней являлся центром политической и деловой активности. Здравствуйте! Вы смотрите события недели на телеканале Гродно+. Во вторник в нашем городе прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Для участия в работе заседания прибыли премьер-министры всех стран, входящих в ЕАЭС, в том числе глава белорусского правительства Андрей Кобяков, премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также председатель коллегии Евразийского экономической комиссии Виктор Христенко. Они обсудили промышленную политику в рамках международного объединения ЕАЭС, а также создание единой системы маркировки товаров, которые позволят избежать серой торговли между странами. Какие решения были приняты в итоге заседания, в репортаже Галины Давыдик. Размеренный ритм городской жизни сегодня явно был нарушен. На подъезде Гродно автолюбители могли столкнуться с трудностями при движении. Да и в самом городе, особенно в центральной его части, проезд не везде был разрешен. Такие меры предосторожности были вызваны проведением на Грудничине заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза. День действительно выдался историческим. Главы правительств сразу пяти стран провели переговоры в обл. исполкоме. На повестке дня стояло 12 вопросов. В первую очередь упор делался на промежуточное подведение итогов работы комиссии, которая станет основой для формирования алгоритма дальнейших действий. Также должна быть продолжена либерализация единого рынка услуг. Говорили участники встречи и о вопросах защиты интеллектуальной собственности, реализации совместных проектов и принятии нового таможенного кодекса. Премьер-министрам надо было выработать конкретные схемы, ведь чуть более чем через месяц им предстоит отчитаться перед главами государств. Отдельное внимание предлагают делить ходу формирования промышленной политики и в частности разработки проекта основных для управления промышленного сотрудничества в рамках нашего Союза. Считаю важным контролировать ход подготовки концепции общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, готовность к запуску с периода 2016 года общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. Каждая сторона высказала свои пожелания по работе комиссии. Главы правительств подчеркивали, что некоторые процессы на пути построения единого экономического пространства, которые уже были запущены, не мешало бы ускорить. Мы находимся в довольно сложной экономической ситуации с радиостой, в которой Союз наш создавался. Положение дел в мировой экономике является сложным и не до конца просчитываемым, противлечимым. Турбулентность существует на фондовых рынках, рынках капитала в целом для этих стран. У них, таких как и Китай, европейский рынок. На экономике Российской Федерации помимо указанных факторов сказывается санкционное давление. В крайней фазе неопределенности остается рынок углеводородов. Таким образом, волатильность на финансовых товарных площадках является ключевым фактором новой экономической жизни. Мы обязаны это учитывать при определении нашей собственной политики. Важным вопросом для всех участников Евразийского экономического союза является создание условий для честного товарооборота между странами. Белорусская сторона провела презентацию проекта электронной маркировки отдельных видов товаров. На примере меховых изделий была продемонстрирована система так называемого чипирования, благодаря чему легко можно выяснить, где товар был произведен, из чего соответствует ли продукт внешнему виду, указанному в документах, и как происходило его перемещение. Было подчеркнуто, что такая маркировка позволит положить начало борьбы с серым импортом. Были разработаны контрольные знаки, которые здесь представлены на стенде, которые унифицированы на уровне наших стран. И это позволит у нас в Белоруссии, с одной стороны, мониторить все белорусские товары, которые маркуются белорусскими знаками, с другой стороны, легально проходящие товары, маркированные другими контрольными знаками других наших партнеров по Союзу, также будут признаваться легальными. Вот это вот и позволяет по существу снять все границы с товародвижения в рамках единого пространства. Для предприятий разработано специальное маркировочное оборудование, учтены интересы малого и среднего бизнеса. С 1 апреля следующего года система должна заработать в пяти странах-участницах Евразийского Союза. Соответствующее соглашение о запуске пилотного проекта приняли единогласно. Маркировка будет касаться как товаров, которые поступают на территорию Евразийского экономического союза, так и продукции, которая производится в странах-участницах. К слову, производители ждут новшества с нетерпением. Для нас, как для производителей, выгодно в первую очередь, потому что это защита своих имущественных прав и своего бренда. Второе, это повышает маркетинговую ценность для нашего потребителя, потому что они понимают, что они покупают хороший, качественный, лицензионный товар. Третье, это, конечно, упрощение системы логистики, можно следить движение товара в любом месте, в любое время. Ну и, наконец, это просто забота и защита здоровья наших потребителей, потому что мы гарантируем качество и, соответственно, с этим здоровье тоже гарантируем. Итог сегодняшней работы – заседание Евразийского межправительственного совета сразу несколько подписанных документов. В первую очередь, об основных направлениях промышленного сотрудничества. Этот документ был принят даже с опережением намеченного графика, ведь именно он совмещает в себе интересы всех в пяти стран. Основные направления промышленного сотрудничества фиксируют и национальные приоритеты в промышленном развитии, и также фиксируют те точки соприкосновения, которые есть между странами Союза, для того, чтобы двигаться вперед к согласованной промышленной политике. А согласованная промышленная политика означает придание нового смысла, нового значения для тех инструментов регулирования, которые у нас есть, для поддержки экспорта, для изменения тарифно-таможенных позиций и так далее. Кроме того, были подписаны два межправительственных соглашения о взаимодействии по защите прав интеллектуальной собственности. Приняты документы, определяющие основные направления деятельности Союза на 2015-2016 годы и основные приоритеты торгово-экономического взаимодействия на среднесрочную перспективу. Завизировали главы правительств и памятную записку о взаимоотношениях Евразийского и Европейского союзов. Она будет соответствующим образом направлена к руководству Европейской комиссии. Участники встречи рассчитывают, что это послужит первым толчком для запуска двухстороннего диалога. В целом, работа заседания Межправительственного совета Евразийской экономической комиссии на Грудненской земле была оценена как насыщенная и эффективная. Следующая встреча запланирована на ноябрь и пройдет она в столице Армении, Ереване. Галина Давыдик, Сергей Печерица, Новости Гродно+. А вчера в Грудно стартовали традиционные для осени деловые мероприятия. Утро началось с приема губернатором Грудницкой области Владимиром Кравцовым зарубежных делегаций. Затем гости переместились в центральный спортивный комплекс НЕМА. Там начала работу 17-я республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион НЕМА-2015». На больших площадках свою продукцию, товары и услуги представили как белорусские, так и зарубежные предприятия и организации. Предприниматели намерены найти на выставке-ярмарке партнеров в самых разных сферах – от производства продуктов питания до химической промышленности. Каждый год Гродно на два дня становится экономическим центром Беларуси. 17-й раз республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион НЕМА-2015» проводится в областном центре. Делегации из Литвы, Польши, Украины, Кыргызстана, Чехии и других стран еще до открытия принял губернатор области Владимир Кравцов. Китайские бизнесмены из провинции Ганьсу приняли участие в выставке-ярмарке впервые, хоть и сотрудничают с Гродненской областью уже не один год. В нашем регионе их интересует развитие совместной деревообработки, гостиничного бизнеса, а также туризма. С помощью этой выставки мы надеемся расширить сотрудничество не только в торгово-экономической сфере, но и хотим наладить партнерство в сфере туризма. В Гродненской области мы планируем построить несколько гостиниц. К тому же мы уже начали реализацию проекта по производству труб из ПВХ и выращиванию солода в технопарке «Великий камень». После официального приема зарубежные делегации во главе с Владимиром Кравцовым прибыли на выставку-ярмарку, которая традиционно расположилась на территории стадиона «Неман». Приветственными словами ко всем участникам обратились представители трех стран-основательниц Еврорегиона «Неман» – Польши, Литвы и Белоруссии. Вместе они официально открыли 17-ю выставку-ярмарку. В этом году на Еврорегион «Неман» приехали представители более 150 предприятий Гродненской области. Поиск новых бизнес-партнеров – основная цель ежегодной выставки-ярмарки. Буквально за последние два года город Гродно нашел порядка 19 новых направлений, в том числе и благодаря этой выставке. То есть надо развиваться, надо сегодня же произвести продукцию, не проблема, ее вопрос продать. Поэтому себя надо показать, представить продукцию. И, ну, соответственно, сегодня она должна быть качественна, первые условия и ценовые факторы, на что сегодня Гродненские предприятия работают. Промышленные предприятия, туристические маршруты и санатории – все это и многое другое можно увидеть на обширной выставке. Стеклозавод «Неман» в этот раз привез на Еврорегион не только продукцию, которая уже зарекомендовала себя на рынке, но и новинки, например, бокалы, покрытые краской, и стекловату. Мы всегда, выезжая на выставки, стараемся обновлять ассортимент, потому что сегодня рынок, и сегодня это основной должен быть закон в обновлении ассортимента, потому что покупатель всегда ищет что-то новое. Сегодня, на данный момент, мы очень много новых видов привезли, что мы пробуем из стекла. Почему? Потому что у нас сегодня сеть своих 26 магазинов, мы экспортируем продукцию в дальние зарубежья, в ближние зарубежья. Широко представили свою продукцию не только местные производители, но и зарубежные партнеры. В китайском павильоне можно было попробовать ароматные яблоки, а в польском – даже виртуально проехаться на велосипеде. К слову, Польша намерена развивать сотрудничество с Гродненщиной именно в туристической сфере. Мы тесно сотрудничаем с Гродненской областью. В вашем регионе размещается несколько польских предприятий, но этого все же недостаточно. Экономическое партнерство необходимо, но сейчас для нас важнее развитие в сфере туризма. У нас много общего с Гродненщиной в этой отрасли. За этим будущее. Выставка-ярмарка «Еврорегион Неман» продлится до завтра. Каждый желающий может познакомиться с экономическим потенциалом нашего региона или зарубежных партнеров страны. Юлия Гасила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Уже несколько лет подряд продолжением выставки-ярмарки «Еврорегион Неман» становится экономический форум. Он проходит по нескольким секциям и позволяет заинтересованным сторонам более предметно обсудить вопросы сотрудничества, предложить свои идеи и представить проекты. Зачастую результатом таких встреч становится подписание партнерских документов. Вот и в этот раз в Гродненском госполкоме были заключены договоры о сотрудничестве нашего города с литовским Друскененкаем и китайским Лунанем. В рамках выставки-ярмарки «Еврорегион Неман-2015» в Гродно в седьмой раз прошел инвестиционный форум «Гродно на перекрестке границ». Помимо традиционных его участников, представителей Польши, Литвы, впервые на форум приехала делегация из китайской провинции Ганьсу. Мэр нашего города Мячеслав Гой поприветствовал всех гостей и выразил пожелание, чтобы итог встречи стал началом многолетнего и плодотворного сотрудничества Гродничины с другими зарубежными регионами. Так, например, литовский Друскененкай уже более десяти лет является городом-побратимом Гродно. Мэр самоуправления Друскененкая Ричард Смолинаускас в своем приветственном слове подчеркнул, что совместная успешная работа с нашим городом в экономическом плане в сфере туризма будет продолжаться. В заседании форума между Гродно и городом-побратимом был подписан план инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества на 2015-2016 годы. Этот договор, который был подписан сегодня, он говорит конкретно о конкретных делах и сфере бизнеса, насчет того, что власть Гродно помогала бизнесменам Литвы, Друскененкаи, которые бы хотели тут или инвестиции делать, и какие-то вопросы возникали. Также и мы на стороне Литвы, в Друскененкаи, и не только в Друскененкаи, я еще являюсь и президентом ассоциаций всех самоуправлений Литвы. То есть у нас тесные отношения как и с Гродно, так и с послом Белоруссии в Литве, и часто встречаемся, вговариваем разные проекты, объекты и так далее. Я думаю, что этот договор послужит для дальнейшего общей работы и общих целей. Кроме того, мэры Гродно и Друскененкаи обсудили вопросы нашей общей истории. Так, возможно, в скором времени в Центральном Гродненском парке появится музей скульптур, отражающих белорусско-литовское историческое развитие. Шла речь и о создании велосипедной дорожки Гродно-Друскененкаи по самым красивым и достопримечательным местам. Представителей Китайской Народной Республики заинтересовали в нашем городе возможности реализации гостиничного и ресторанного бизнеса. По их мнению, в Гродно для этого есть абсолютно всё. Город Гродно обладает очень большим туристическим потенциалом. У него очень много культурных, исторических достопримечательностей. Здесь очень чистая атмосфера, очень красивая природа. Поэтому мы считаем, что сотрудничество в туристической сфере очень возможно. Например, через вложение инвестиций в строительство гостиниц, развитие ресторанного бизнеса. На форуме от китайской стороны не раз звучали слова и о высокой развитости гродинских сельскохозяйственных предприятий, отметили и пищевую промышленность области и города. Провинция Гансу – это новый вектор работы города Гродно, и я надеюсь, он будет удачным. Здесь мы на протяжении двух дней уже ведем переговоры о разных направлениях. В первую очередь – это туристический бизнес, строительство и покупка гостиниц. Второй момент – это традиционная китайская медицина и, конечно же, промышленное производство. У нас в городе Гродно достаточно площадок, где можно расположить это производство, разные виды производства промышленного. А также предлагаем те пустующие наши здания, той же завода «Ради волна», «Белкарда» и другие, для того, чтобы инвестор пришел и работал. На форуме состоялась церемония подписания соглашения о намерениях с китайским «Лунанем», который, кстати, в мае этого года во время столичного белорусско-китайского межрегионального бизнес-форума стал городом-побратимом Гродно. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Какими показателями может похвастаться наш город по результатам последних пяти лет? Где искать пути решения имеющихся проблем? На этой неделе в Гродно прошло совместное региональное собрание депутатов городского совета, руководства Гродно, членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Программа работы была насыщенной. Участники не только в экскурсионном варианте ознакомились с различными сферами жизни города, но и подвели итоги социально-экономического развития областного центра, наметили задачи на перспективу. В Гродно состоялось совместное региональное собрание с участием членов Совета Республики, а также депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Руководство и актив города вместе с депутатским корпусом обсудили итоги социально-экономического развития Гродно за последние пять лет, определили задачи на будущее. Участники совещания посетили Гродненский мясокомбинат, побывали в средней школе номер 40 на Вишневце, познакомились с работой УАО «Гродно Хлебпром». Совершив экскурсию по производству данного предприятия, депутаты проследовали в хлебные и булочные цеха, угостились прямо с конвейера теплыми ароматными пряниками. Данное предприятие, несмотря на кризис, работает стабильно, хотя запустить процессоры на всю мощь сегодня удается далеко не всем фабрикам и заводам города. Мы живем сейчас, конечно, не сильно богато, но вокруг нас так живут экономический кризис. Рядом на границе вообще война на Украине. Это не есть какой-то испуг на наших населения, но это есть экономический недостаток. Наши товары в несколько раз снизилась поставка и на Россию, и на Украину, и другие страны. В целом, город наш борется за выполнение до конца года основных экономических показателей. Мэр города Мечислав Гой в своем выступлении отметил, что в данное время больше всего проблем испытывает сфера машиностроения и металлообработки. Производство продукции этих отраслей не востребовано, поэтому ситуация стала предметом для разбирательства на самом высоком уровне. Вместе с тем есть достижения и немалые. За пять лет в Гродно удалось привлечь 330 миллионов долларов США иностранных инвестиций. В Гродно появились порядка десяти новых стран, где мы реализуем свою продукцию. А в целом город Гродно – это экспортно-ориентируемая продукция. Более 60% экспорта идет именно за границу, за пределы города Гродно, за пределы нашей страны. И это очень нормально. Ведь некоторые товары, которые выпускаются в городе Гродно, они выпускаются 90-75%, 80% в республике. Говорили и о планах на будущее. К примеру, руководство города в ближайшей пятилетке планирует за миллиард долларов построить на территории градообразующего предприятия «Гродно-Азот» еще один завод. К середине следующего года будет сдану в эксплуатацию здание для работников парка высоких технологий. А это, как минимум, еще 100 высокооплачиваемых рабочих мест. Как было отмечено на собрании, в следующем году в Гродно будет продолжена модернизация автомобильных дорог, а также строительство школ и детских садов шаговой доступности. Алла Мачко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Дарья Домрачева, Светлана Боровская, Тео, Джей Морс и другие известные белорусские личности примут участие в праздновании 70-летия Организации Объединенных Наций в Беларуси. В честь этого события в путешествие по стране отправится юбилейный поезд. Его первая остановка запланирована в Гродно. В каждом населенном пункте, через который пройдет экспресс, будет организована праздничная программа. В этом году ООН отмечает свой юбилей. 24 октября Организации исполнится 70 лет. В связи со знаковым событием по Республике Беларусь проедет необычный экспресс. И его первая остановка – город Гродно. В вагонах оригинального поезда в областной центр прибудут представители Организации Объединенных Наций, руководство страны, звезды постсоветского пространства, а также знаменитые телеведущие и эстрадные певцы. Юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию ООН в Беларуси в городе Над Неманом 24 октября, будут проходить с утра до позднего вечера. В первую очередь, конечно, это делается для людей. Во-первых, чтобы люди увидели, что делается ООН для Беларуси. Потому что Беларусь – это та страна, которая является основателем ООН. И, естественно, все программы развития, все агентства ООН действуют по запросу нашей страны. Будут показаны конкретные истории каждых людей, которым непосредственно удалось оказать помощь. Это различные программы, не только связанные со здоровым образом жизни, не только связанные с профилактикой ВИЧ-спида, но и многие другие. Сегодня в Гродно прибыли представители агентств ООН, чтобы решить все организационные вопросы. Ожидается, что в юбилейных мероприятиях примут участие звезды белорусской эстрады, такие как Тео, Алексей Хлистов, группа Джейм Морс. Они будут проводить викторины, задавать вопросы, связанные с деятельностью ООН, вручать самым эрудированным гродницам призы и будут дарить подарки. Представители агентств сегодня выбрали помещение для проведения викторин, концертов, мастер-классов, присмотрели площадки для интерактивных встреч. Те проекты, которые мы будем представлять, они направлены в первую очередь на профилактику и лечение ВИЧ-спида, на профилактику и лечение туберкулеза, и, в принципе, на поддержание здорового образа жизни и на то, чтобы здоровый образ жизни всячески рекламировать и среди молодежи, и среди людей более старшего возраста. 24 октября в Гродно прибудет посол доброй воли ООН Дарья Домрачева, а также посол доброй воли объединенной программы ООН по ВИЧ-спиду Беларуси Светлана Боровская. В кинотеатрах города в этот день будет показан кинофильм «Выше неба», снятый при поддержке программы развития ООН. Необычный поезд пробудет в Гродно один день. 25 октября экспресс ООН-70 в Беларуси с почетными гостями на борту отправится в Брест. Алла Мучко, Сергей Печерица, новости Гродно+. Далее в нашей программе. Игра в кошки-мышки с законом окончена. В военном комиссариате Гродно и Гродненского района состоялся суд над двумя молодыми людьми, которые уклонялись от призыва на воинскую службу. Одна искра уничтожила большой склад. На предприятии фильтр. В среду произошел прожар. Наш год, наш выбор. Почти тысячу яблок волонтеры общественного объединения БРСМ раздавали гродницам в рамках республиканской акции. Качество, большой выбор и доступные цены. На улице Тавлай открылся универсал Рублевский. Он стал третьим магазином торговой сети в Гродно. Гора использованных баллончиков, строительные леса и люди в белых комбинезонах. На стене Гродненского ликероводочного завода вскоре появится новый арт-объект. В городском военном комиссариате прошла выездная сессия суда по обвинению двух призывников, которые уклонились от службы в армии. В итоге обоих признали виновными. Сейчас каждому придется заплатить штраф около 18 миллионов рублей. К слову, уклонение от армии – это уголовное преступление. Наказанием может стать не только денежное взыскание, но и лишение свободы сроком до двух лет. Почему молодые люди не боятся уголовного кодекса и продолжают игнорировать многочисленные повестки, разбиралась Алла Внучко. В Гродненском военном комиссариате прошел очередной выездной суд над уклонистами. Молодой человек из деревни Абухова первую повестку в военкомат получил в 2011 году. После этого было еще несколько приглашений стать солдатом. Но за четыре года Дмитрий так и не встал в ряды защитников Отечества. Сейчас он фигурант уголовного дела. У обвиняемого нет проблем с законом, и суд это учел. Приговор – штраф 100 базовых величин, то есть 18 миллионов белорусских рублей. К слову, зарплата молодого человека меньше данной суммы в 9 раз. По статистике, полтора процента от числа всех призывников являются уклонистами. По прошлому осеннему призыву 15 юношей были привлечены к ответственности за уклонение от мероприятия призыва. В этом призыве уже 30 молодых людей, против которых возбуждены уголовные дела. Порядка 10 уже осуждены судами Ленинского-Октябрьского района города Гродно и Гродненского района. Игра в кошки-мышки с представителями закона себе дороже. Об этом в очередной раз напомнили тем призывникам, которые нарушают сроки медицинского освидетельствования, забывают прийти в комиссариат. На данный судебный процесс пригласили именно таких призывников. Судьи наказывают, а в военном комиссариате упор делают на патриотическое воспитание. Здесь хотят, чтобы молодые люди одумались и стали солдатами, а не перешли в разряд уклонистов. По неявке военный комиссариат подавляющее большинство в объяснениях пишут. Потеряли повестку, забыли дату явки. Пришел в поликлинику, была большая очередь, развернулся, ушел. Пришел в военный комиссариат, не успел пройти, положил личное дело и ушел. То есть, безалаберность. Но мы, конечно же, работаем, разъясняем, объясняем. Штраф 18 миллионов белорусских рублей получил и Артем. Причем от службы в армии он, как и Дмитрий, не освобождаются. Присутствующим в зале молодым людям объяснили, рассказали и на примере показали, чем может обернуться игнорирование повесток. Ведь лучше учиться на чужих ошибках. И напомнили, служба в армии – это не только почетная обязанность, но и конституционный долг. Алан Ачко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Пламя пылало около часа. Никто из работников не замечал. В среду спасатели тушили пожар на складе предприятия «Фильтр». Огонь заметили сотрудники соседнего здания и позвонили в МЧС. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. К слову, это уже не первый пожар на данном предприятии. Пожар склада на предприятии «Фильтр» произошел сегодня днем. Дым заметили с соседнего спецавтохозяйства. Они же и вызвали службу МЧС. Оказалось, что огонь здесь пылает уже около часа. Однако сотрудники предприятия на пустующий склад вовремя не обратили внимания. К прибытию спасателей в помещении полностью прогорели деревянные перекрытия, превратилось в пепел и кровля. К счастью, внутри склада было пусто. Сгорело только несколько пластиковых предметов. Около 11.30 на Центр оперативного управления поступило сообщение о загорании складского помещения на унитарном предприятии «Фильтр». По прибытию первых подразделений МЧС уже было установлено, что произошло загорание внутри неэксплуатируемого склада, который выполнен из металлических листов. В большей степени горела деревянная брешетка, перекрытие данного складского помещения. Внутри горели также несколько пластиковых элементов, которые находились в этом же помещении. Дело в том, что часом ранее на этом складе проводились сварочные работы. Дым, искры от инструментов. Сварка изначально является пожароопасным процессом, который должен проводиться с максимальной внимательностью, особенно в закрытом помещении. По правилам пожарной безопасности, после проведения сварочных работ, в течение двух часов место должно быть под наблюдением. Сегодня же, после завершения сварки, рабочие благополучно закрыли склад и ушли, не заметив, что от искр уже началось возгорание. По данному факту будет проводиться проверка. Будет определено виновное лицо, которое, безусловно, понесет как административную ответственность, так и возместит убытки предприятию. К сожалению, уже на данном предприятии второй пожар, который приносит материальный ущерб. Поэтому руководству предприятия стоит обратить внимание на соответствующий противопожарный режим, который в данном случае на данном предприятии не соблюдается. И хоть предприятие «Фильтр» в целом старается соблюдать пожарную безопасность, однако человеческий фактор сегодня сыграл решающую роль. Обошлось без жертв и потери продукции. Но наверняка руководство и сотрудники предприятия такой урок усвоят. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Тем временем БРСМ продолжает тему яблоневого цвета. Если в канун 9 мая волонтеры раздавали всем бутоньерки с цветком яблони, то теперь созрели уже и сами плоды этого дерева. В Гродно прошла акция «Наш город – наш выбор». Символом мероприятия стали красные яблоки, перевязанные лентой в цветах белорусской символики. Тем, кто в четверг вечером оказался в местах проведения акции, дарили ароматные плоды. Что не символизирует, узнавала Наталья Иванченко. Плоды нового урожая – знак новых достижений. Гродно подключился к республиканской акции «Наш год – наш выбор», инициатором которой является общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Во время проведения мероприятия волонтеры БРСМ, учащиеся 10-й гимназии, раздавали гродницам символ акции – красное яблоко со стилизованной в цветах государственного флага Республики Беларусь ленточкой. Это красное яблоко – это как символ плодородия земли, как символ процветания нашей страны, как символ молодежи – это же плоды нашей республики. Поэтому сегодня в рамках акции «Наш год – на выбор» мы хотим плоды, которые мы собрали вчера с нашим молодежью, вручить жителям города Гродно и вообще гостям, молодым ребятам, детям, чтобы они, как и мы, молодежь, были такие же динамичные, такие же целеустремленные, такие же яркие, и чтобы в наш год все было очень интересно и по-особенному. Днем ранее этот урожай яблок собрала студенческая молодежь Аграрного университета в саду сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кремко. И в нынешний четверг около тысячи штук спелых наливных фруктов раздавали возле молодежного центра Гродно, Гродненского областного клинического перинатального центра, возле железнодорожного вокзала, средней школы номер 38 и культурно-развлекательного комплекса «Восток». К слову, данная акция – своеобразное продолжение проекта «Цветы Великой Победы». Нынешней весной актив БРСМ принимал участие в посадке яблоневых деревьев, а сейчас молодежь собирает плоды, в том числе и плоды своих достижений для родной Беларуси. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Открытие магазина – как мини-праздник для любого нового микрорайона. Очередной торговый объект шаговой доступности в нашем городе появился в окружении новостроек по адресу Тавлая 50Б. Универсам принадлежит известному бренду «Рублевски» и является третьим в Гродно магазином торговой сети. Именно она первой в Беларуси ввела систему акций и скидок. И до сих пор политика снижения цен в универсамах «Рублевски» в приоритете. Даже первым покупателям там традиционно дарят ценные подарки. Качество и доступная цена. Между этими двумя переменными стоит знак равности. В этом гродницы могут убедиться, сделав покупку в универсаме «Рублевский». Очередной магазин сети начал свою работу на улице Тавлая. Его открытие с нетерпением ждали жители микрорайона. Поэтому неудивительно, что уже в первый день работы магазин был переполнен покупателями. Для первых посетителей тут прошли дегустации молочной и мясной продукции, а также сладостей. К слову, универсам является не только удобной торговой точкой для жителей новостроек, но и социально значимым объектом. Здесь было создано 74 рабочих места. От рыбы до мучных изделий, от игрушек до бытовой химии. В «Рублевском» покупателей ждет разнообразная продукция. На товары первой необходимости постоянно будут проводиться акции. Например, к открытию магазина по сниженным ценам продавались арбузы, яблоки, дыни и виноград. К слову, постоянные скидки и выгодные предложения – это принципиальный пункт в стратегии компании. Мы были первыми в 2008 году начавшими вот эти акции в солидарность с нашим населением. Акция имеет большой, конечно, интерес. Безусловно, мы хотим всегда порадовать покупателя нашего, расположить его к себе. И, конечно, подбираем товары те, в которых в первую очередь нуждаются покупатели. Большое внимание в «Рублевском» уделяется пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Для них в «Универсаме» каждый день с 8 до 12 часов утра действует скидка 3% на все товары. С 14 сентября будет запущено и уникальное предложение. В обмен на специальные фишки покупатели смогут с 50% скидкой приобрести подушки и одеяло. «Универсам Рублевский» на улице Тавлая стал самым современным магазином сети в Гродно. Новое оформление торгового зала сделано в соответствии с модными тенденциями в дизайне интерьера. К тому же в «Универсаме» есть небольшой, но насыщенный продукции отдел собственного производства. Салаты, свежее мясо и рыба, популярные суши и пицца – здесь представлены наиболее востребованные позиции. Можно найти самые востребованные ассортименты салатов, суши. Мы специально сделали цены пониже, с минимальными наценками для того, чтобы порадовать жителей района своеобразным деликатесом, который все-таки еще считается. Островок пиццы тоже приятно порадует. Пиццы от 30 до 60 тысяч. Ценник очень приятный, согласитесь, на сегодняшний день. И, в принципе, это популярная пицца времена года, маргарита с грибами, абсолютно любой. Гордятся в Рублевском и собственной выпечкой. Например, круассан с сыром занял второе место в Минске во время так называемой слепой дегустации. А популярные сырные лепешки можно купить здесь по самой низкой цене в городе. К слову, в «Универсаме» Рублевске более 80% продукции белорусских производителей. К тому же в Гродно сделали ставку на местные бренды. Там, где мы хозяйствуем, мы отдаем предпочтение региональному продукту. И не потому, что это требование. Мы абсолютно четко понимаем, что люди привыкли к своему вкусу, к родному продукту. Безусловно, надо поддерживать местного производителя. В сети Рублевских есть традиция дарить подарки первому покупателю нового магазина. В этот раз им стала молодая мама Елена. Ей вручили в подарок набор посуды, что стало для девушки большой неожиданностью. Спасибо большое, очень приятно. Будем приходить еще. В день открытия первые покупатели по достоинству оценили новый «Универсам Рублевский», о чем говорили полные корзины продуктов и длинные очереди в кассы. Очень радует рядом с домом, далеко ходить. Не надо и ценник адекватный, выбор хороший. И полуфабрикаты есть, и для детей что-то можно купить. Главное, что близко с домом. Дети разукрашки, себе свежую выпечку и кое-что на акции. Уже и сыр, и яйца. Очень приятно. Качество, большой выбор и доступные цены. Здесь все сделано для покупателя и ради него. «Универсам Рублевский» по адресу улица Тавлая, 50Б, открыт ежедневно с 8 утра до 11 вечера. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Шоколадно-ванильные краски и специально разработанный проект под старину. На стене ликвироводочного завода появится 3D-граффити. Уютный старый дом с торговой лавкой. Таков сюжет картины. Он, можно сказать, идеально вписывается в атмосферу старинной части города. Ребята из студии за дело. Трудятся целыми днями на объекте. 3D-рисунок посвящен 125-летию завода. Репортаж с места событий Натальи Иванченко. Четкие штрихи, блики света, размытые линии. Совсем скоро наш город украсит новая композиция. Картина, иначе ее не назовешь, появилась на стене Кродненского ликвироводочного завода. И на данном этапе близка к своему завершению. Создают ее талантливые ребята из команды за дело. Этот проект – это арт-объект в первую очередь. Это стена с визуализацией, с 3D. Такой определенной перспективой. В общем, если говорить обычным языком, это, наверное, такой рисунок обманка. Чтобы вы проезжали мимо и увидели, там сзади у нас магазинчик какой-то нарисован, там пьют чай, кофе, вы захотели приехать попить чай и кофе. К работе команда приступила в пятницу. И к концу нынешней недели планируют завершить композицию. Правда, погода иногда вносит свои коррективы и прогоняет художников с творческой площадки. Но такие трудности отнюдь не пугают ребят. Все-таки половина работы уже сделана. Автором идеи являемся мы. Мы разрабатывали эскиз, но мы общались с руководством, непосредственно с директором, выслушали его пожелания. У нас, по-моему, было два эскиза. И вот на втором эскизе мы остановились и пришли к выводу, что вот это то, что нужно. Фантазия и мастерство – основные принципы работы команды за дело. Даже краска в баллончиках у них особенная, с ароматом ванили и шоколада. И, кстати, ребята признались, что считают Гродно одним из самых красивых городов Белоруссии. Поэтому, наверное, и создавать такой арт-шедевр у них получается без особых проблем. Когда предоставляется такая возможность приложить свою руку к тому, чтобы наш город Гродно стал еще красивее, ну просто грех не воспользоваться такой возможностью. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+. Такой уходящей недели запомнилась нашим корреспондентом. Служба информации будет и дальше следить за обстановкой в городе. Будьте в курсе новостей с телеканалом Гродно+. Вы смотрели события недели. Приятных выходных, до встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова